Сегодня у нас 14 декабря 2018 года, среда. Ко мне в гости приехал отец Павел Ярмоленко с Камня на Оби. Я тебя спрошу, ты мне ответь, как епископа звать, с которым ты находишься сейчас? Акакий. Акакий. Так, где он находится? Какой церкви принадлежит? Сербской. Сербской. Русской православной. А как ты на него вышел? Это у нас есть священники, которые пожелали под его руководством быть. Под его, находится под ним, да? Под ним руководством. И он тебя к этому привел. А ты его... Не он привел, это мы вместе там решили. Но ты как-то узнавал его биографию, законный он или незаконный? А его рукополагал архиепископ Тихон. Кто? С Вениамином. Архиепископ Тихон. Мы в единой были, говорится, церкви. Дело-то больше, чем отец Павел. Ты-то мне не безразличный. Поэтому я... Вот смотри. Сербская церковь. Вот она все здесь. И вот все епископы где? Его нету. 53 архиерея. А вы истинная. Смотри. Вы истинная. Я вот показываю здесь. Я понимаю. Вот она все здесь. Начинается. Сербская православная церковь. У меня рука тут трясется. Можно задержать маленькой. Вот. Сербская церковь. И вот они перечисляются. Какая, где, когда кто рукоположен. Притом очень подробно. Сава какой там, какие были с первого. Ну, то есть с самого начала. И по сегодняшний день. Дальше. Это вот сербская где-то. Вот. Сербская епископат православной церкви. Иринея Гавриловича. Смотри. Один, два, три. Вот она. 53. Ян. Никаких Акакиев нигде нету. Ни за границей нигде. Здесь все подробно описано. В истинной. А? В истинной церкви. Не понял. Не в экуменической, а в истинной церкви. Нет. Позволь. Истинная экуменическая. Рукоположение. Это от кого он получил? Я вам еще повторяю. От архиепископа Тихона. Ну а какое тогда отношение к сербскому он имеет? Полная свобода. Господь даровал. Если его руку положил, он, наверное, не без его воли куда-то пойти. А полная автономия? Меня уже не один раз спрашивали. Говорят, мы вот под таким-то стали смотреть. А оказалось, обман. Обман. Но нигде нету. И вообще не только нету. А его просто тамошние стали проверять. И он никакой совершенно на себя это взял. Вот у нас в Барнауле здесь приезжал. Притом это недалеко от вокзала один. И он митрополит. В белом одеянии. Клобок у него. Все. А когда разобрались, рядом поселок у нас подстепный. Он из подстепных. Мошенник. Он надеялся. А бабки там несут. Там в нем. Он митрополит. Агапит там. А я его знаю. Я говорю. Ну, ежели ты на это дерзнул? Как ты посмел это? И это уже не один раз. Вот у нас здесь один есть. Он просто никакой. Когда-то в Потеряевке жил. А потом начал безобразничать. Блудить с чужими женами. Тут кое-как от него избавились. И он, значит, сунулся. Архимандрит здесь есть. Феодорит. Знаменский монастырь-то. И Феодорит это мне рассказывает. Что-то у вас там неладно такое есть. А он побыл здесь. Я ему сказал. Тебе эпитемья вот такая-то. Ты вынеси это дело. Он пошел к баптистам. А замашки-то те же самые остались. И из баптистов мне спрашивает. Вы такого знаете? Конечно. Ой-ой-ой. Он-то оттуда пошел. Вышел оттуда с какой-то с молодежью. И, наконец, сейчас сидит дома. У Игоря Глушкова жена в Корчиной. И он туда приезжал их прищищать. Прищищать. А он не то, что... Он никто. Он отлучен из-за нарушения седьмой заповеди. Где-то. И то есть этому конца нет. Дело в том, что... Ты смотри так. У тебя есть такое, что ты внезапно услышал. И проверить никак не можешь. Сегодня мы разговаривали. Осип Апакалас живой. Лонгин живой. А кто-то же подкинул тебе мысль, что они умерли. Откуда? Ты помнишь, когда у нас были у батюшки дома, там, ты был против переписи. Хорошо помнишь? Помнишь. А так я тебе стал показать и показал. Три переписи было. Три. Ты знал только про одну. А оказалось, три. Книга Маковейский. И все это по Божьему усмотрению было. Потом ты был категорически против паспорта. Сын стал подрастать, паспорт получил. Компьютер не нужен был, а сейчас и в интернете. А ты против компьютера воевал как? Поэтому я к чему говорю? Ты мне очень дорог. Будь очень осторожен в выводах. А когда Ваня-то подрос сейчас, и уже и компьютер перестал, и антихристовая печать сдвинулась. А куда ты денешься-то? Никакого отношения к компьютер не имеет к печати. Вообще никакого. Печать – это отвержение. А будет она видимая или невидимая? Ефрем Сирин одна утверждает, а Андрей Кесарико-Падокийская вторая. С четвертого века уже там споры были. А как ты знаешь? Никак я не знаю. Святые отцы толковали так и так. Может быть, видимая, а может, невидимая. Лазерным лучом на костную ткань наведут, и все. Но это будет при полном отречении от Христа и его святого учения. Не так, что тебя где-то там ты снимал, как сейчас этот Авель ездит, Семенов, фамилия его, монах, и дурит бабок. Они от пенсии отказываются, паспорта сжигают, там все. А сам за их счет у них там бывает и где-то. Это отречение будет. Нельзя, говорит, пищать Антихриста. Не пищать, а, во-первых, начертание. И, во-вторых, это начертание не может быть раньше и прихода Антихриста. Так не бывает, чтобы одна пищать ходила, а Антихриста нет. Не бывает. Бывает, правитель без пищати такое может быть потерял или не дали. А чтобы одна пищать была, а кто пищатал? А там сидят девчонки, которые выдают паспорта зарубежные. Я приехал, а вы получали зарубежный паспорт? А иначе как я бы выехал-то? Да. А у вас брали отпечатки? Здесь не брали. А когда стали открывать визу в Великобританию, там брали. А у вас снимали сетчатку ГЛАС-то? Не снимали. А когда в Великобританию, там снимали. Надо было ехать на Новосибирск. Ну, я не видел, как снимают. Они снимают. Почему? Более усложнённая выдача виз. Ну, и как это? Ну, всё, пищать на вас. Я говорю, и Фремль Сирин говорит, почему на лоб и на правую руку? Чтобы не мог перекреститься. Смотри, говорю, я крещусь, как показал. И кто это сказал мне? Пупков Сергей. Набрался ума. Я говорю, видите, в собрании прямо то у нас есть. Смотри, я перекрестился. Видишь? Вот так, а как же мне так сказали, что уже и нельзя. Я говорю, мы ездили трое. Я, Виктор Николаевич Савченко и Николай Павлович Крущина. Ну, я Лапкин Игнатий Тихонович. И этого Сергея Павловича Пупкова, кобель, ураган. Он чемпион России по защитной караульной. Он был защипирован. У нас только один, четыре нас было. Три человека и собака с ними. И он был защипирован. Там загоривок возьмешь, вот здесь она прощупалась у него там. Зачем это? В первую очередь, там все сказано. Что проведена ветеринарная там вакцинация у него. Он не ищу, мой не болеет. Это не просто так. И кроме того, если потеряется, его за тысячи километров сейчас только завели. И сразу показало. Пик, пик, готово дело. Ваш ураганчик, берите его. Так что ничего особенного там не было. А через ураган. Могли за вами следить? Он с нами в кабине, а мы разговариваем. Не знаю. Думаю, что вполне можно было. Мне рассказывает недавно один человек. Ну, он связан с органами. И они идут по городу. Не звонят ничего. Он говорит, мы с тобой разговариваем. А у тебя есть мобильный телефон? Он говорит, есть. А он у тебя включен? Да нет. А это, говорит, роли не играет. Когда сим-карту продают, на твою фамилию записывают. Вот здесь, говорит, органы. Есть Ленина 30? ФСБ сегодня говорит. У них, если желаешь, все можно узнать. Я говорю, узнаете. Даже делать нечего. Какой-то повалился ходить. Сейчас такие есть в виде кафе. Но там много компьютеров. Надо заплатить, и тебе дадут. Ты работаешь. Мы дорогой, когда ехали, в Швеции были. Там заплатили сколько или даже не платили. Где зал ожидания. Мы воткнули туда и вошли в сеть. В Англию вошли, где нас ожидают. Все как положено. И он сидит и там наворачивает. Там против Путина, там что-то. Ну, его сразу высекли. Высчитали где-то. Он только пришел садиться. А они уже тут. Буквально через 5 минут, говорит, заходят. Молодцы, под ручки белые повели. Он-то думал не дома. Он думал где-то там в другом месте. А это все по-другому. Мы с тобой идем, говорит, сейчас разговариваем. О чем? Это все записывается. Не только звонки. Я в это не верю. Но он, говорит, зашел, когда сказал. Я гляжу, все известно. Так что при Антихристе трудно будет спастись. Вот когда мы говорим, летит вертолет, а я в кусты спрячусь. А в интернете показывают эти кусты. Они находятся на расстоянии, допустим, 200 километров от этого места. А запущены специальные геликоптеры эти летают там. Квадраты как-то называются. Квадрокоптеры. И показаны, где человек. Где машина идет. Где лошадь стоит. И они запускают ракеты. Оттуда прямо бьют в машину. И теперь в расцепную все летит. И ночь. Тьма. Вот у меня наружное наблюдение. Ночь, конечно, а я вижу вокруг. Абсолютно все у меня на столе. Так это мое-то ниже некуда. Такое слабенькое. И там видно, как они убегают. Видно там трое в одном месте. Они снова оттуда. Ракету туда рвануло, никого не видят. Ночью, в темноте, за 200 километров. А эти пустили ракету. И она обогнула горы. Везде облетела. С Каспийского моря. Из моря-то. С Сирии-то. И ударила точно там, где у них совещание идет. И показано там 3700, что ли, километров. Так что, когда придет дядя Антихрист, все будет готово к этому. Поэтому укрепляй веру свою. Она вера крепкая. Если ты скажешь, а я его не признаю за Антихриста. Это он настоящий правитель. А Христа? А Христа не признаю. Это был обманщик. Когда был живой, говорил воскресно. Он не воскресно. То, что иудеи говорили. На Христа. Вот это и есть печать. Печать или начертание. Его могут поставить. Видимо. А может, не видимо. Только на костной ткани. Чтобы легко было видно. Ищут тебя, не ищут. Прошел ты все. Есть такой фильм. Шесть. Запомни. Шесть. Его посмотрите. Как будут. Видел? Как вылавливают. Как казнят. Как голову отрубают. Поэтому Акакии нигде нету. Я все проверил. И у Тихона его... А где он тогда числится? Не у Тихона, не в сербской. Все числится. Ну, это... Не знаю. Я бы никогда не пошел. Меня вот спрашивали. Их сейчас, кажется, около 13 зарубежных. Я знаю абсолютно точно, которые прослеживаются. Только три. Из них три. Десять неизвестно от кого и чего. А от этих... От официальных не было. Никто не руку полагал. А те тоже не руку полагали. Вот которых разбирали. Два или три оказались мошенниками. То есть вместо причастия, вместо крови, там, говорит, ничего нету. Как Андрей Кураев говорит. А нас объявили, что там одна бодяга. То есть обыкновенная выпивка твоя и все. Смотри, над чем трудишься, чтобы не проиграть. А то Моища, говорит, как, говорит, кур вощип. Я лично про себя скажу. Я бы никогда не удостоверившись. Съемки есть. А? Съемки есть. Когда рукополагал его архиепископ. Ну, не знаю я. Ты доверчивый такой. Нет, это съемки есть. Это они в интернете стоят. Ты сам... Желание, кто хочет, тот найдет. Архиепископа Тихона Пасечника лично знаешь? Знаю. И ты видел, как он его рукополагает? По съемкам. А? По съемкам. Ну, они в интернете выставлены по съемкам. Да, рукополагают. Покажи. А ты можешь показать где? Нет, я в них это... Компьютеры не понимаю. Ну, оттуда, из дома. Ты можешь показать это? Не могу. Ну, фотографии были. Наши люди ездили. Сегодня фотошоп делает что угодно. Сегодня может сделать так, что ты обнимаешься. Там мастырь под его руководством. Меня один. Так что все. Знаешь, нашелся один, Алмазов Свердбек. И он там что-то вознаградил меня, а он находится в Караганде, в Казахстане. И он отрезает голову мою и прилепляет к блудникам. И творит будто Надежду Васильевну туда. Мы никогда не были. Я пошел в прокуратуру. Я прошу прощения. Прокуратуру, я хочу закончить. Подали заявление, отправили туда. И оттуда пришел ответ от прокуратуры города Караганды. Его взяли на абордаж. А мы все данные выдали, где находится. Все убрал. Заглох намертво. А другие говорят, да смотри, что там Лапкин делает. А вот сейчас выходит канал, во свете Библии, моя фотография, а он не мой. Там, которые сбоку, рычаги, они не в моих руках. Их нету. Нету. Ничем не отличишь. Все там фотография моя. Вот сегодня только я посмотрел. Новый опять такой канал образовали. Называется «Во свете Библии». Игнатий Лапкин. Мои фотографии. Я где-то встречаюсь, а там нарезки идут. Нарезают с одного на другое. А там что угодно можно сделать. Здесь надо, потому что речь идет о жизни вечной, о душе. Я тебе для чего это говорю? Чтобы ты проверил. Меня это не касается. Ну, ты же не чужой для нас. Ты видишь, как доверяешься. Вот услышал кто-то, а проверить не мог. Время истекает. Идешь. Ладно. Ты меня понял? Понял? Понятно. Ты это только не объяснила.